как я сходил на собеседование в салон красоты коллеги друзья всем привет с вами дмитрий каждан я как-то недавно записывал видео на тему того что собираюсь пойти на собеседование есть у меня такая привычка раз пять лет ходить по собеседованию и смотреть вообще как вообще собственно директора ищут мастеров на что обращают внимание при подборе кадров значит я сходил в салон значит прошло собеседование значит вы знаете я сразу начну с того что как меня нашли я разместил объявление на одной из платформ значит присылали куча предложений там от одного салона 2 3 и вы знаете предложение много засыпали но позвонил всего лишь один человек то есть отдел кадров одного только салона одного там из объявлением 15 было то есть вы представляете то есть вот элементарно да то есть вы хотите найти мастера и вы даже не досуживаетесь ему просто позвонить вот как как по мне конечно одному нужна работа второму нужен персонал вот но при этом почему-то значит директора салонов красоты или администраторы или управляющие попросту не звонят не общаются не разговаривают с потенциальными мастерами да то есть вот мы просто не хотят быть вот взяли вот и написали сообщение там типа приглашаем вас на собеседование к нам все . до свидания и причем шаблоны у всех одинаковые вот что самое то интересно шаблон это одинаковые по подбору персонала но блин но вы хотите найти мастера ну вы ну хоть какую-то маломальскую фантазию проявите ну хоть что-то зачем писать ну одно и то же всем подряд я честно говоря вот удивлен но то что я сходил на собеседование пообщался с директором до директор была такая девушка знаете с характером такая знаете право вот чувствуется вот кстати когда вы ходите на собеседование смотрите на то какой директор да то есть или управляющий потому что это тоже очень важно вот я естественно она у у меня клиентская база просто я сказал ну конечно же есть но только она в салоне а уводить я ее к сожалению не планирую всего того что это наверное некрасиво неправильно вводить клиентскую базу поэтому как бы если я к вам приду я приду вам чистого листа и знаете и человека это прям порадовало сказал что вот это да как как интересно и что есть такие мастера которые уходят салона и не переманивают свою клиентскую базу на что я вам как-то в том видео и сказал что очень важно помнить о том что ни в коем случае не надо тырить клиентскую базу если вы решили поменять салон красоты то пожалуйста вы можете привести ровно только тех людей которые нашли вас лично и в соцсетях а не надо воровать клиентские базы так это ну ничего хорошего не принесет и в глазах директора естественно вы будете под большим вопросом брать вас или нет ну понятно что один директор и скажет что вот вы молодец а второй директор вам скажет что блин а где же ваш клиентская база извините у вас такой опыт и вы без клиентов ну как бы естественно тут тут все зависит от директора который вас принимает на работу вот конечно это был у меня первый этап собеседования второй этап собеседования у меня состоится вот вот тоже не да ну недавно сказать скоро нужно будет показать свои навыки как я кручу кудри на что мне сказали надо показать поэтому это не последнее видео вот и поэтому я думаю что мы с вами еще раз увидимся в следующих моих видео где я вам расскажу как же прошло мое третье собеседование насколько понравилось ли то как я кручу кудри хорошо ли я кручу кудри плохо ли я кручу кудри одним словом посмотрим что там будет и обязательно отчитаюсь о проделанной собственно работе дорогие друзья вот как видите я уже паркуюсь я уже приехал на работу поэтому я буду закругляться и собственно до новых встреч в моих следующих видео пока